В современном обществе проблема самоопределения и самоутверждения молодых личностей является сверхактуальной и приоритетной задачей для государства. Молодежи Казахстана нужно помочь в реализации своих проектов и четко обозначить пространство, куда они могут приложить свои инновационные или интеллектуальные потенциалы. Но есть и такие, которые самостоятельно, без чьей-либо помощи занимаются своим любимым делом реализации новых проектов. Наше сложное в связи с пандемией время, несмотря на это. И об одном из них сегодня мы поговорим. В программе «Сегодня» мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте! Хочу познакомить нашего гостя. Солидат Айдаровна Кинжи-Булатова, главный редактор республиканского ежемесячного научно-популярного журнала «Алимнын Шарага». Очень интересно. Но чтобы наши телезрители знали, кто такая Солидат, давайте из вашей биографии что-нибудь прочту. Вам всего 24 года, но несмотря на это, вы сейчас очень насыщенная биография. Из них могу сказать, что вы выпускник Назарбаев школы. Помимо этого, вы проработали в Молодежном парламенте Астаны. Также на международной выставке «Художники и роботы» от организации «Авангард Мюнхене» во время Экспо-2017. Также вы представляли ассамблею в Сербии, Белграде, Инновисад и так далее. И сегодня вы являетесь редактором республиканского ежемесячного научно-популярного журнала. Также это ваш свой проект. Вы являетесь автором этого проекта. Здравствуйте. Давайте на эту тему сегодня поговорим в течение получаса. Хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас будут вопросы нашему гостю, вы можете задавать их по телефону 40 0109, код города Талдыкурган 872 82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger. На этот номер вы можете отправить также свои вопросы нашему гостю. Мы здесь озвучим голосовые сообщения, не принимаем. И вот как вы думаете, вот на сегодня развивать инициативность молодежи, например, нашего региона, если в частности возьмем, в чем она должна проявляться? Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение. Спасибо, Гульнас. Отвечая на ваш вопрос, я считаю, что развитие инициативности молодежи является одним из ключевых факторов развития государства в целом. Если говорить о нашей Алматинской области, то Алматинская область достаточно большая, сферы деятельности, я думаю, здесь можно найти достаточно много. И я считаю, что инициативность молодежи именно должна проявляться в стремлении быть вовлеченным в жизни вообще нашего общества, в политическую жизнь нашего государства, нашей области, не бояться предлагать свои проекты, потому что молодежь, молодые люди — это кладезь новых идей, потому что мы всегда стоим именно на стыке новых трендов, которые вообще вот есть у нас в мире. И мы можем адаптировать эти новые тренды на развитие именно вот наших локальных каких-то потребностей, целей и внедрить их в жизнь нашего общества. И это вот вы хорошо говорите, но всё, что вы говорите, можно ли, например, на деле доказать? Но здесь я хочу просто спросить, например, вы вот работаете и в Казахстане, какие-то проекты здесь реализуете, пытаетесь за рубежом что-то, например, сделать. Оно вам зачем нужно? Чтобы заработать деньги или стать известным человеком? Либо это просто интересное дело, которое финансируется, например, кем-то? — Начну с того, что я всегда стремилась заниматься какой-то общественной деятельностью, что в школе, что при университете, чтобы понять свои ценности, чтобы понять свои интересы. И для меня моя деятельность — это больше способ проявить свои вот эти вот ценности. То есть я начала работу над научно-популярным журналом. Что это может сказать обо мне? Я неравнодушна к образованию, к школьному образованию, к науке. И я понимаю, что для меня очень важно быть заинтересованным в науке. И я хочу передать это школьникам и стараюсь сделать это вот в таком красивом, интересном формате. И я начала этот проект по Алматинской области. То есть я считаю, что даже обратившись в наши Акиматы, даже можно найти помощь, поддержку, представить этот журнал, чтобы мне помогли его распространять по школам и продвигать его среди школьного поколения. И я считаю, это один из примеров. То есть я в школе всегда была вовлечена в Олимпиады. И я всегда была заинтересована наукой, изучала биологию. Я понимаю, что это очень интересно. И моя жизнь, особенно мое школьное взросление, оно было очень насыщенным и полноценным. И я хочу сейчас поделиться этим же багажом знаний, которые я получила с детьми, чтобы у них было такое же полноценное, интересное созревание. То есть что помимо школьного образования у них были какие-то свои интересы. И мы предлагаем, чем можно заинтересоваться, какие есть науки. И что науки — это очень перспективное дело. Но вот ты взялась за такое прям дело, самое сложное, именно когда актуально вокруг, в нашем современном мире все актуальнее становятся гаджеты, девайсы всякие. И именно в этот момент издавать журнал, некоторые скажут, что это провально. Но несмотря на это, вот я вижу, что журнал сама я видела, очень интересный журнал. Но почему журнал? Можно же было заниматься другими делами, более продвинутыми, легкими, если сказать. — Я поняла ваш вопрос. Спасибо за комплимент. Я считаю, что в любом развитом государстве, я считаю, что Казахстан развивается, должна быть развита журналистика. И в любом развитом государстве должна быть пресса, журналы, газеты, которыми гордится эта страна. И одна из моих амбиций — это именно, чтобы Алимнен Жарага стала одним из таких журналов. И однако мы не игнорируем тот факт, что сейчас все сидят за компьютерами, гаджетами, и мы также делаем электронные версии. Однако почему я все-таки заинтересована в печати? Потому что я хочу сохранить ценность бумаги, книг, печатных, версии журнала, потому что это важно. И также это будет являться альтернативой тому же времяпровождению перед компьютером, перед сотовым телефоном, чтобы дети все еще могли получать интересную информацию, при этом чтобы их глаза отдыхали, чтобы они не облучались компьютером. Вот. И также основным нашим покупателем является родитель, потому что мы понимаем, что родители, они заинтересованы в образовании своих детей, и все-таки родители — это люди старой школы, им будет приятнее купить журнал для своего ребенка, чтобы он почитал, потому что сейчас книги многие забрасывают, и я думаю, вот такой красивый, красочный, интересный формат журнала будет хорошей альтернативой. Что в этом журнале есть интересного для школьников, может, для родителей? На что вы делаете акцент? У нашего журнала три основных цели. Первая цель — это мотивировать детей изучать науку. Я понимаю, что это сложная достаточно цель, что наука, это звучит очень серьезно, скучно достаточно, да, и многие дети могут подумать, что если я условно не самый умный, или если мне тяжело учиться в школе, то я уж точно вряд ли пойду в науку. Однако вот основная наша цель — это показать науку именно с простой, интересной, привлекательной стороны. В нашем журнале очень много рубрик, которые рассказывают о разных науках, но при этом мы подаем статьи, допустим, статьи о мозге. Мы стараемся рассказать о нем очень просто. Мы понимаем, что школьники, допустим, они боятся сложных терминов. Мы всегда объясняем сложные термины, чтобы они уверенно могли читать дальше. Мы даем словарь, объясняя какие-то более серьезные научные термины. И мы также рассказываем о профессиях, которые связаны с этой статьей. Например, рассказывая мозги, мы также рассказываем, а кто изучает мозг, как отучиться. И один из самых интересных вопросов — сколько этот человек получает. И я думаю, эта информация будет полезна как и родителям, которые заняты своей работой, и у которых нет времени определяться, думать, а кем же дальше будет мой ребенок. Ну и также дети, они сейчас очень быстро развиваются. Их интересует вопрос денег тоже, финансовый. И мы даем им такую нужную для них информацию, то есть чтобы они видели, какие перспективы есть. И при этом, подавая статьи в таком простом формате, мы показываем, что на самом деле нет ничего сложного. То есть все можно изучить, все можно понять. И если тебе это будет интересно, то ты сможешь добиться в этом успеха. Сколько человек... Вот вопрос от телезрителя поступил. Озвучу, потом продолжим. Где можно купить журнал, и сколько это стоит? Задают вопрос. Наш журнал можно купить... Наш журнал распространяется по всей стране. Мы базируемся в Алматинской области, однако мы благодаря госпочте распространяем его по всем городам. Можно зайти на сайт alimnangar.g.kz, можно также зайти на наши соцсети. Там есть все наши контакты по разным городам. То есть у нас есть дистрибьюция в городах Талдыкурган, Алматы, Астана, Актау и Чемкент. Но еще и в остальные города мы доставляем почтой. Так что любой желающий человек может связаться с нами, либо заказать, оформив заявку на сайте. Наш журнал в электронной версии стоит 500 тенге, а в печатной версии 1500 тенге. У нас журнал достаточно толстый, как вы видели. Он пишется на двух языках. Каждая статья дублируется на русском и на казахском. И наш журнал, он такой, как маленькая книжка, 80 страниц. Все необходимое там есть, интересующие всякие вопросы. Скажите, каждый журнал посвящен одной теме или там есть разнообразные, на разные темы статьи? В каждом журнале мы стараемся провести интересную связь, казалось бы, между несвязанными рубриками. Например, мы рассказываем про достижения в IT-технологиях. И также мы, например, в первом выпуске мы рассказываем про искусственный интеллект. Дальше в рубрике про биотехнологии мы рассказываем о биопротезах, которые могут быть альтернативой конечностей для людей, которые там попали в аварию или у которых травмы. И мы рассказываем о том, как искусственный интеллект используется в биоинженерии, о том, как он может пригодиться человеку. То есть у нас рубрики достаточно разные. Мы в каждой рубрике говорим про разных специалистов, но стараемся провести связь между всеми рубриками. Вопрос от телезрителя. Интересный вопрос. Говорят, мне тоже 24 года, но я в этом возрасте ничего не сделала, пишет. Кто ей помогает? Кто может помочь? Да. Ну, чтобы что-то делать, видимо, этому нашему телезрителю нужна чья-то помощь. Просто, может быть, она не знает, с чего начать. Я хочу сказать телезрителю, что ничего страшного, что в 24 года этому человеку кажется, что он ничего не добился. На самом деле мы порой сами не замечаем, как мы собираем большой опыт, большой багаж знаний. И надо... В такой ситуации я бы просто подумала о том, что меня волнует, какие у меня есть ценности в этой жизни. Я также поступила в прошлом году. То есть когда я задумывалась о своей дальнейшей деятельности, я поняла, что мне очень важно делать то, что мне по душе. И я сама себе задала вопрос, а что же меня волнует? И я четко обозначила пять вещей, которые меня действительно волнуют, к чему у меня неравнодушное сердце. Это дети, школьное образование, это наука, это бездомные животные, это экология, и это пожилые люди, и особенно одинокие пожилые люди. И я поняла, что я хочу связать свою деятельность именно с одним из вот этих аспектов. И вот так вот я и постепенно пришла к тому, что что есть в моей жизни, чем я занималась. Я всегда любила читать книги, я участвовала в олимпиадах, я знаю, как устроена вот эта система школьного образования, и я решила, что я по ходу всю жизнь готовилась именно к тому, чтобы начать именно вот такой вот проект. То есть я сама не заметила, как всю жизнь я накопила опыт, который меня привел именно к вот такому проекту. И я думаю, любой молодой человек сможет обернуться назад и понять, что он не просто ходил 24 года, а в его жизни достаточно много вещей, на которые стоит обратить внимание. — Выпуск журнала — это затратное дело, пишет один из телезрителей, тоже имя они написали. Где берет средства? Ну, этот вопрос, между прочим, волнует многих, когда за что-то берешься, всегда финансирование стоит на первом месте. И здесь, естественно, издать журнал, тем более такого хорошего качества, это непросто. Так, пожалуй, финансовый вопрос очень важный, это понимаю, однако это также деликатный вопрос, на который я не могу дать полный ответ. В моем проекте мне очень посодействовали нетворкинг и связи, которые я получила на предыдущей работе, и также мои личные накопления и накопления моей команды. То есть за всем этим процессом стою не одна я, а моя команда, и мы все не равнодушны. — В команде сколько человек у вас? — 15 человек. Это студенты и выпускники Назарбаев университета и МГУ. — Вот. — Ну, именно поэтому у вас журнал такой интересный, очень интересный. некоторые статей я видела, ну, такие привлекательные, что с одного раза вот ребенку действительно, жаль, мы не взяли, не можем показать, к сожалению, но ребенку было бы интересно. Скажите, вот на сегодня представители вот активной молодежи Казахстана, ну, вот со многими я разговариваю, они желают уехать, из страны, они больше себя хотят реализовать за границей, говорят, там и условия какие-то вот более легкие для реализации как-то и проекты у них, как бы там легче всего реализовать, чем в Казахстане. Вы как думаете? Вот, например, есть люди, которые здесь стали известны, здесь начали свою работу, вот какие-то проекты, как вот ты занимаешься, а потом, когда уже встали на ноги, первым делом собрались и уехали из страны? Достаточно важный вопрос, я считаю. Я понимаю, почему молодежь стремится уехать из, куда-то за границу, потому что молодая кровь, много интересов, и хочется набраться нового опыта, и потому амбициозная молодежь, она улетает в разные страны и ищет какую-то новую сферу деятельности для себя. Я признаюсь, что мне тоже был очень интересен заграничный опыт, то есть я проработала год за границей в международной организации по правам человека, и я, работая там, поняла, что у меня на самом деле очень много энергии, потенциала и интеллектуальных ресурсов, чтобы действительно трудиться. И когда я организовала мероприятие, которое прошло достаточно успешно, я поняла, что мне очень жаль, что мои ресурсы уходят на иностранную организацию в другой стране, и было задето какое-то личное чувство патриотизма, я поняла, что я ведь полна стольких и физических, и интеллектуальных ресурсов, и я хочу, чтобы они не испарились и не растворились где-то в другой стране, они были направлены на моё родное место, и это Казахстан, и поэтому я была воодушевлена вернуться и попробовать какой-нибудь проект именно у нас. А не получилось так, что у нас, например, очень много преград? Ну, тоже, как говорят представители активной молодёжи, что развиваться сложно. Вы вам по рукам не били? У вас желание ещё не пропало? Признаюсь честно, что у нас достаточно сложные там бюрократические процессы, что порой сложно понять, как функционирует правительство и кому можно обратиться за той же помощью финансовой, информационной, потому что я считаю, что мой проект, он нацелен на школьников всей страны, и он может быть очень полезен для всей нашей страны, и я знаю, что, допустим, в нашем правительстве есть люди, которые были бы очень заинтересованы в поддержке такого проекта. Однако вот я, и я просто не знаю, к кому обратиться. То есть есть вот такие вот сложности, но так как я взялась за это дело, я думаю, в процессе я пойму, как решать подобные вопросы, и просто когда есть цель, ты уже не останавливаешься перед какими-то проблемами, потому что нужно добиваться своей цели. Помимо вот журнала, еще какие проекты есть, над чем работаешь, и вообще что планируешь дальше? Я очень заинтересована в деятельности именно вот в интеллектуальной сфере. Мне хочется создать такую интеллектуальную нишу именно для школьников. Я считаю, что она мало развита, либо она развита частично в разных там областях, городах, и нужно какое-то вот объединение между интеллектуальными проектами, которые именно нацелены на развитие школьников. И вот одним из следующих проектов, которые мы готовим, это интеллектуальный портал, который будет объединять в себя элементы современных компьютерных игр, ведь важно учитывать интересы детей, и в то же время науки и, например, наших статей из журнала. И мы планируем создавать онлайн-олимпиады, которые будут проходить в формате компьютерных игр, однако на базе именно вот научных статей. Очень интересно. До конца остается мало времени. Давайте я задам еще один вопрос нашего телезрителя. Пишут, очень умная девочка, но в этом возрасте надо еще и думать о замужестве. Да. Ну, это тоже... В нашей стране не обойдешься без этого вопроса. Ну, это тоже, между прочим, правильный вопрос. Да, да. Ну, касательно этого вопроса, я предпочитаю на него не отвечать, однако я считаю, что у каждого человека есть какое-то свое жизненное расписание, по которому он следует, и не стоит требовать от жизни того, чего в ней на данный момент нету. Все придет в свое время. Ну, и в завершении интервью вы можете дать молодежи совет или еще пожелать? Вот начинается новый учебный год, день Конституции, очень насыщенное время впереди. Ваши пожелания. В первую очередь я хочу пожелать всем учащимся хорошего учебного года. Я понимаю, что, возможно, обучение будет проходить в онлайн-формате. Я желаю вам быть более адаптивными к новым условиям, потому что вы молодые, вам будет даваться это легче. И в то же время я бы пожелала всем школьникам быть более заинтересованными в разных вещах, искать какие-то свои интересы в жизни и быть смелее в реализации своих желаний. Потому что, да, бывает страшно ставить себе большие цели, но когда это делать, кроме как не сейчас? Потому что мы молоды, у нас есть поддержка родителей и друзей, так что нас поддержат, все остальное не страшно. Ну, от имени нашей творческой группы я тоже хочу пожелать тебе дальнейших успехов в реализации вот этих твоих хороших проектов. Удачи тебе. Спасибо большое. Мы благодарим наших телезрителей за участие в нашей программе. Мы завершаем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин